Войдите! Здравствуйте! Здравствуйте! Это турагент Статас? Да! Я в рекламе прочитала, что у вас продаются путевки в Турцию на 12 дней и всего за 10 тысяч рублей. Это правда? Это действительно так. Хорошее предложение. А почему так дешево? Ну, знаете, у нас сейчас проходит акция «Аттас! Все лучше для вас!» Ой, а вот здесь на фотографии я вижу очень красивый пятизвездочный отель. Это действительно пять звезд? Конечно! Я бы даже сказал пять с плюсом. Представляете, одноместные номера люкс со всеми современными удобствами. Ой, а скажите, а как там насчет кормюшки? Как кормят? Кормят отлично! Шесть раз в день. Смотрите, ранний завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ранний ужин, поздний ужин и все за 10 тысяч рублей. Ой, как здорово! А спиртные напитки тоже бесплатно? Да, конечно. Причем, заметьте, круглые сутки и на выбор можно турецкие, можно европейские, что угодно душе. Скажите, а море? Море рядом? Да, прям рукой подача. Ой, а как насчет культурно-массовых мероприятий? Поездки, танцы, концерты? Все бывает. И поездки, и танцы, и концерты, и все все бывает. Ой, как здорово! Я просто ушам своим не верю. Такое счастье и всего за 10 тысяч рублей. Выпишите мне, пожалуйста, путевку. Кстати, как вас зовут? Людмила. Людмила, значит, Люночка. Вот сейчас и пойдете, там у нас касса, в кассу заплатите 10 тысяч и получите путевку. И все. Счастливого вам пути, хорошего отдыха. Давай. Так. Алло. Алло, Леночка. Еще лапши навесила на уши одной дамочке. Людочке. Сейчас она придет. Да-да. Выпиши ей путевку, возьми деньги и оформляй банкротство. Пока не влипли, надо сматываться. Что? Пятьсот туристов наших сидят в аэропорту в Турции? Ого. А что это они? Делать тут нечего. Мы им дорогу не оплатили обратную. А-а-а. Понятно. Понятно. Ну, ладно. Как-нибудь доедут. Сэкономили на путевку, пусть раскошелятся на обратную дорогу. А мы все закрываемся. Я вот сейчас меняю вывеску. И все. Мы были и сплыли. Нет нас больше. Так. Сейчас мы эту вывеску снимаем. Снимаем. Так. Вот кто-то писал, с отлыбкой написал. Так. Другую вывеску вывешиваем. Оп-э-э. Оп-э-э. Вот хорошо. Теперь будем другим заниматься. Вы чем здесь занимаетесь? Обманом? Надувательством? Что такое? Что такое? Как что такое? В рекламе написано. Чего там написано? В рекламе написано 5 звезд. Ну? А там двух звезд нету. Это почему же такое? Море. За 15 километров от отеля. Транспорт общественный туда не ходит. Добраться можно только на такси. А оно так дорого стоит. Ну и чего вы кричите? А что вы хотели за 10 тысяч рублей? В наше время 10 тысяч – это не деньги, а слезы. Вы как сэкономили на путевке? Расскажитесь на такси. Развлечений никаких нет. Место номера – люкс. Комната с советских времен неоклеенная, грязная. Со всех щелей клопы до тараканы ползут. Просто безобразие. Понаехали какие-то туристы-оптимисты. Такие шебутные. Гогочут, пляшут, поют. Понабивались по 7 человек в номере. Никакого покоя от них нет. Спать приходится на полу, на матрасах. Да. А что вы хотели за 10 тысяч рублей? Чтобы и клопы не кусались. И чтобы спали на кровати. И развлечением. А вот вам, оптимисты, развлечения. Присоединились бы к ним. И то же бы с ними пели и плясали до упадок. Сэкономили деньги на путевке. Могли бы на другой потратиться. От клопов бы отраву купили. Обои бы прихватили. Вот и было бы все хорошо. Привыкли на халяву. Ничего, обойдетесь. Кормят не 6 раз в день, как написано. А один. И то едят те, кто в 6 часов утра очередь занял. Потому что еды хватает только на 1 час. И то еда отвратительная. Спиртные напитки сомнительного производства. Многие ими даже отравились. Ой, какие претензии. А что вы хотели за 10 тысяч рублей? А? Что бы вам кормили бы до горла? Вообще-то поменьше жрать надо. И поменьше пить спиртные напитки. Как вы сказали, сомнительного происхождения. Все нормальные люди спиртной с собой везут. Да и закусочки можно было бы прихватить. Там быстрого представления. Да шырак, консервы, еще что-то. Вот и все. Сэкономили на путевке. Могли бы на это потратиться. Верните мне деньги за путевку. Иначе я вам все в голову заплату. Ой, 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 ой. Какая буйная. Ой, какая буйная. Ой, прям напугала. Вообще-то я вас слушал, потому что вы успокоились. А вы пришли не по адресу. Вам надо было прийти в туристическое агентство, как оно называлось? АТАС. АТАС. Вот это для вас. А что вы ко мне пришли? Здесь не туристическое агентство. А что же вы тогда здесь делаете? Я делаю. Вы посмотрите на вывеску. Где здесь туристическое агентство? ОПМ. ОПМ. А что такое ОПМ? Это организация по подбору мужчин. Вот скоро 23 февраля мужской праздник. Потом недалеко за ним 8 марта. Мужчин-то нужны. А их у нас мало. Можно сказать, дефицит. Их беречь нам очень мало. Без мужчин нам трудно жить. Поэтому мы и подбираем мужчин. Вот. К нам приходят многие. Правда, не все. Некоторые идут, даже едут. Магазин «Интим». Есть в Москве у нас таков. У-у-у-у. Там такое продается. У-у-у. Что не надо мужиков. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у-у-у. Ну, я думаю, вам туда не надо. А еще есть передача «Давай поженимся». Но там, говорят, такие бабки берут. У вас состояния не хватит. А у нас все бесплатно. Мы мужчин не продаем. По их согласию только на прокат даем. А мужчин-то какие. Настоящие русские мужики. И утюг почилят. И ножку к стулу прибьют. И гвозди куда надо забьют. И на баяне сыграют. И станцуют. И споют. А если кто женщину обидит, тому по морде надают. О, какие у нас в клубе мужчины-оптимисты. Пока что не народные, а уже артисты. А что далеко ходить? Вот, Игорь Петрович, баянист наш, ударёчек. Не мужчина, просто клад. Женщин всех он завлекает. Даже сам кому не рад. А остальные мужчины тоже от скуки на все руки. А молоденький, вот пришёл новенький, Володенька, красивый, молодой, и поэт, и исполнитель, а подтянутый как он. О, какие у нас мужчины. Мы вам подберём по вашему заказу. Заплатите здесь тысяч рублей и всё. Мне, как свахи, не за мужчин. Нет уж. Я обойдусь. У меня уже 10 тысяч забрали. Ну, вернуть, конечно, я вам 10 тысяч не могу, потому что у меня их нет. А ваше тураедство лопнуло, и ваши денчики лопнули, в трубу улетели. А компенсировать могу, понравились вы мне. Я могу вам бесплатно подобрать мужчину. Вот. Игорёк, ходи-ка сюда к нам. Вот смотри, вот у нас Людочка, у неё горе. Такое горе 10 тысяч потерял. Как вы считаете? Я вот считаю, что это горе не беда. Была бы душа молода, тогда и горе не беда. А горе, горе, горе не беда. Пока душа нас божи молода, Пока живёшь на белом свете, радуйся, И не считай, мой друг, свои года. А горе, горе, горе не беда, Пока душа нас божи молода, Пока живёшь на белом свете, радуйся, И не считай, мой друг, свои года. Ну, к слову, покажите.